всем привет всем привет спасибо что присоединяйтесь сейчас еще немножечко подождем прям пару секундочек остальных и так я пока представлю сегодня эфир для вас проведу я меня зовут юлия фролова эфир будет на тему моделирование точнее наращивание новым гелем шарм гель это такой нежный гель шиммером сейчас я вам его покажу и также воспользуемся для дополнения до сделаем дизайн с со стемпингом у меня пластина ботаника и и вот я здесь положил декорации сейчас пока не знаю какие из них взять это будет либо 111 слайдер трафарет либо 112 может быть их смиксуем потому что здесь очень похожий дизайн оттенки и вполне можно миксовать на себе ноготочки я подготовила нанесла на него праймер форму поставила чтобы сейчас не мучиться одной рукой это не делать и так сейчас я наношу базовый гель бейс гель классическую базу всем привет девочки кто присоединяется ее можно наносить до формы можно наносить после постановки форма кому как удобно кому как нравится так наносим либо кисточка из флакона либо можно так чуть попало на кожу либо можно отдельной кисточкой нанести наносим на ногтевую пластину и сушим 30 секунд лампе и сушим 30 секунд в лампе хочу сегодня вам показать наращивание и выполнить весенний дизайн потому что уже до весны сосны осталось совсем немного и хочется хочется сейчас все таки больше уже таких весенних дизайнов зима уже поднадо ела итак давайте посмотрим на наш оттенок геля он вот такой вот как бы сказать пастельный кремово и не бежевые не розовые такой знаете с какой-то бежевый розовый оттенок с шиммером очень красивый его можно использовать как раз сейчас буду показывать для наращивания гель достаточно жесткий густой он густой за счет того что в нем есть блестки и им очень удобно работать и наращивать я буду прямо свободный край этим гелем так как у нас будет дизайн такой под которой нужно вот подложка чтобы была такая знаете чтобы не различались оттенки подложки и моделирующего слоя поэтому я свободный край выкладываю сейчас этим гелем стараюсь это сделать максимально точно чтобы меньше пилить но небольшой зазорчик запас материала я оставляю всегда подлиннее сделаем оставляю для того чтобы можно было опилить чтобы лишнего не взять так выкладываю материал материал я кистью овал номер шесть вот таким образом сейчас еще девочки поправлю от камеры уйду немножечко то что неудобно хочется поближе посмотреть так все так смотрим что получилось вот с этой стороны до чуть побольше ничего мы его уберем обязательно закладываю середину чтобы следующим слоем уже было удобнее выложить материал на готовность кто работает верхний формах я думаю что этим гелем также будет удобно и на верхних формах тоже работать всем привет кто присоединяется на сэфир по наращиванию новым гелем шарм такой нежный оттенок с шиммером и легкий нежный весенний дизайн так печет можно поджать когда немного за полимеризуется гель можно поджать но так как я форму поставила сейчас еще минуту просушу так как я поставила форму уже с небольшим поджатием поджимать я не буду еще раз посмотрим на этот оттенок там линейки их несколько оттенков 4 если я не ошибаюсь и все очень очень красивые но вот такой оттенок такой бежево-розовый он достаточно универсален подойдет абсолютно для всего и в качестве подложки под дизайн тоже будет круто смотреться уже как готовый вариант подложки так как в нем шиммер есть под френч очень классно будет и кстати сегодня на клиентке уже работала им с френчем очень красиво смотрится так ну и возьмем некоторые элементы с этой пластины вот даже не знаю какие взять наверное вот этот лист тропические какое-то насекомое думаю будет очень прикольно можно вот эту пчелку можно стрекозу длина позволяет поэтому можно побольше элементов расположить и так подложка моя высохла сейчас ой формы эти они очень липучие очень липучие это конечно круто потому что они классно фиксируются вот такая у меня получилась подложка такая вот красивая арочка и теперь мы достраиваем архитектуру если здесь какие-то склеечки есть их нужно сразу брать то чтобы поставить туда материал если вдруг где-то какая-то дырочка у нас образовалась и так берем первую каплю и распределяем по всей поверхности таким не тонким слоем но и не очень толстым не забываем поворачивать пальчик и отгибать кожу так как иначе можно оставить некоторые места голыми не прокрашенными если где-то кистью попали на кожу здесь мы сейчас получилось немножечко сразу убираем чтобы материал не потек и чтоб потом и ничего не выпиливали далее берем каплю уже такую побольше и распределяем ее удобным для нас способом на основном как показывают каплю ставят посередине не распределяют ее сначала верхнюю часть 5 гелем попала потом в нижнем не а честно говоря удобно сбоку на бок это делать вообще в принципе не важно как вы распределяете гель главное понимать какая должна получиться архитектура как выглядит правильная архитектура ногтя на и сделать это нужно на готовым ноготочки центровать неудобно на камеру поэтому сейчас перевернула пальчик центрую гель сейчас вам обязательно покажу если есть какие-то пузырьки обязательно их нужно проткнуть так вот такое количество материала мне бы хотелось еще чуть-чуть добавить прям немножечко потому что вот посерединке слегка не хватает возвышенности итак девочки напишите пожалуйста видно ли слышно ли меня сбой небольшой произошел эфир приостановился дайте пожалуйста обратную связь напишите видно ли меня слышно ли меня видно да слава богу отлично а то я уже переживаю немножечко метод сбой произошел поступил звонок я забыл отключить режим все отлично значит работаем дальше итак смотрите вот я с центровала материал ноготочек почти готов сейчас еще слегка с центрую гель густой и знаете он центруется так слабо хотя самовыравнивание у него отличное просто супер вот сейчас он немножко схватился вы могу показать до полимеризации посмотрите вот такой он красивый получился ноготочек допили здесь практически ничего только оформить свободный край и так до суши всем привет кто присоединился кто подождал пока наладится соединение так и так ждем пока гель высохнет сушить у меня вот лампа имя в ней в принципе гель просыхает за одну минуту но сушить нужно обязательно две минуты лучше пересушить чем недосушить если подложку мы можем в течение одной минуты просушить то уже такое достаточно объемный моделирующий слой который ну который я делала сушить нужно не менее двух минут обязательно так всем привет девочки кто присоединяется всем привет так ну и сейчас мы будем опиливать данным нужно будет снять липкий слой с возьму салфетку евро клинцером снимаем липкий слой так две минутки просох у нас гель снимаем липкий слой и выполняем опил сначала я опиливаю форму свободного края придаем и форму периметр замечаю боковые параллели убираю натеки в первую очередь обязательно потому что они мешают видеть бока так наметил боковые параллели и теперь самую форму свободного края аккуратненько опиливаю сначала просто форму убираем лишнее если что-то где-то есть а потом уже можно заужать в самом конце если вы видите что все а пил почти готов если хочется слегка поуже сделать можно сделать слегка по уже такой сбоку он получается много . принципе практически все да если сверху посмотреть далее можно конечно забавить поверхность но я всегда предпочитаю пройти с пилкой чтобы убедиться что нет никаких неровности потому что я люблю когда поверхность идеально ровно и здесь тоже управляем так сейчас я еще к себе поверну посмотрю все ли ровно да вот с этой стороны можно немножечко поуже сделать немножко убрать объем с боковой стеночки размахнул спилкой перевернул телефон так ну я думаю уже отлично и так опил готов теперь нужно забавить поверхность бафин поверхность так такой ноготочек у нас получился при виде сбоку всем привет девочки кто присоединяется кто смотрит прямой эфир далее нам нужно обезжирить обезжирить смахнуть пыль обязательно смахиваю пыль если много пыли я например работаю с клиентом или сама себе делаю ногти обязательно клиенту прошу помыть руки потому что иначе такое большое количество пыль его очень тяжело убрать итак ноготочек готов можно приступить к выполнению дизайна пыль немножко попала я ее уберу чтобы она не мешалась не мешалась нам дизайне и возьму салфетку влажную сейчас мы вырежем необходимые элементы для нашего дизайна я имею ввиду слайдер нужно подготовить заранее сейчас пока сделаем ставим как раз они полежат отделяться от бумажной основы и можно будет с ними работать так выберу вот этот элемент уж очень мне нравится обязательно возьму бабочки и нужно что-то зелененькое да какой-то зелененький листочек разбавить так какие взять бабочки возьму желтые бабочки так это у нас трафарет номер 111 слайдер здесь какой-то кусочек попался соседнем трафарет его сразу уберу что потом он не мешал вырезаю слайдеры так чтобы оставалось как можно меньше вокруг них бумажные основы так вот эта бабочка тоже пусть будет так и какой-то зеленый лист зеленый лист но пусть будет вот этот вот цветочком наверное да пусть будет цветочку стемпинг можно выполнить после постановки слайдеров тут уже на ваше усмотрение то есть я вам показывают идею такого весеннего маникюра вы можете повторить уже как-то по-своему расположить декорации в своей последовательности их поставить но я сейчас скажу почему я не люблю стемпинг делать сверху потому что это лишний объем то есть чтобы сделать стемпинг нам потом понадобится после постановки слайдеров еще нанести топ теклас а он тонким слоем совсем тонким не ложится все равно слой такой ну средненький будет не будет лишний объем но тут уже на ваше усмотрение то есть вот я предпочитаю например поставить стемпинг до того как я поставила слайдер и так нам нужен черный лак для стемпинга и пластина и сейчас вот я постараюсь на камеру я честно говоря не ас в плане стемпинга сразу предупреждаю вот поэтому я я буду ставить просто пару элементов для дополнения нашего дизайна так возьмем вот этот наверное этот листик отлично всегда боюсь когда работаю на камеру что не получится отпечатать быстренько убираем излишки и быстренько переносим наш рисунок вот таким образом можно черный можно белый сделать не хотел сделать черным чтобы было немножко по контрастнее тем более у нас на бабочках тоже есть черные элементы так я сразу убираю лишний лак не люблю когда пластина грязная валяется и что еще я отсюда хочу взять мне очень нравится стрекоза очень мне нравится эти стрекозы если помните они добыли в летнем сети так стрекозку забили лаком наш там перенесли быстренько лишние убрали и куда мы ее поставим на верхнюю часть куда-то вот сюда переносим отлично все можно и так оставить тоже красиво можно добавить кстати как вариант можно добавить какую-то золотую надпись и все для любителей минимализма дизайн уже готов но так не интересно правда ведь поэтому с вами сделаем добавим еще слайдер и все я все перепачкалась ну ладно потом потрусь мне придется заменить перчатку девочки потому что у меня творчество я не могу не испачкаться белый под рукой нет одену черную иначе все измажу и так пока я вам тут все рассказывала да у нас наши наш темпинг просох наши элементы далее что мы берем мы берем топ слайдер наши слайдер уже готова к использованию и наносим его стараемся нанести тонким слоем тут нам нужно сейчас задействовать всю поверхность но работаем единственно быстро и аккуратно потому что слайдер содержит в себе растворитель да там есть небольшое содержание ацетона поэтому может наш с вами стемпинг немножечко поплыть поэтому быстренько работаем и всегда почему после стемпинг еще от дурочки образуются очень быстро наносим топ слайдер руки не держит уже то есть это вообще честно говоря мой любимый топ для крепления слайдеров для закрепления в тирок пыли и так далее он вообще все держит все 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 он работает как двухсторонний скотч фольга тоже классно удерживается так покажите какими пилками вы работаете ну я работаю вообще одноразовыми сама как мастер у меня вот ты вам интересно потом можете пройти ко мне в профиль и посмотреть я там все все что чем я работаю мне закрепленных в находке есть и так далее что мы делаем мы ставим слайдер вот смотрите вот эти два больших элемента они нам полностью не нужны они нам полностью не нужны мы можем их поставить вот где-то бочком может нам даже тут сейчас и две бабочки не нужны сейчас посмотрим этот элемент он может заходить вот на лист папоротника может заходить отрезаем сразу лишнее отрезаем лишнее и знаете я вот иногда делаю так если у меня позволяет длина я могу еще этот фрагмент использовать еще раз то есть вот я кусочек этого листика ставлю сюда сбоку так далее у нас с вами цветочки они будут классно смотреться вот здесь верхней части вот здесь и пусть они заходят на нашу стрекозу лишнее сразу убираем лишнее убираем ну и что две бабочки я зря вырезала здесь будет достаточно одной маленькой вот этой поставим ее в нахлёст на стрекозу получается такой многослойный дизайн очень будет красиво смотреть конечно если ноготь будет еще длиннее там можно представлять сколько всего сделать то есть чем больше у нас площадь тем интереснее у нас может получиться композиция и так как следует все прижимаем слайдеры не должны торчать иначе они не приклеиваются вас будут потом небольшие с ними проблемки потому что если будут образовываться складки придется их надрезать чтобы этого не было лучше сразу изначально как следует все приклеить так что мы сейчас делаем сушим слайдеры обязательно их нужно сполимеризовать с остаточной липкостью топа для того чтобы они во первых перестали ездить по поверхности ну и как следует держались подсушить можно прям в течение секунд 15 это будет достаточно далее мы дегидратором либо ультрабондом убираем излишки пленки вот почему я говорю что пленки должно быть минимальное количество меньше будет грязи то есть меньше пленки вам придется убирать на быстро растворяется и вас остается только рисунка если пленки будет много то она может тянуться особенно если вы ультрабондом работаете ультрабондом убираете складки на будет тянуться и будут такие комочки сверху образовываться поэтому пленка стараемся максимально убрать дальше мы топом слайдер вот прям кисточкой из флакона наношу небольшое количество мы топом слайдер фиксируем наши слайдеры чтобы они у нас никуда не делись прекрасно носились не отслоились не скололись и так далее и промазываем тонким слоем чтобы не было лишней толщины наша декорация и сушим в лампе 30 секунд слушаем 30 секунд и на в принципе дизайн готов мы можем нанести топ для искусственных ногтей у меня есть ультра шайн очень классный топ держит блеск то коррекции до следующей детстве он жидкий очень но в принципе это очень удобно для нанесения и может у некоторых клиентов он вызывать тепловой эффект тут тоже ничего страшного нет просто у всех разного восприятия нужно клиентов предупреждать что может быть тепло они будут к этому готовы и все будет прекрасно так теперь мы топом итоговое выравнивание делаем так все-таки нас декорации стоят да нам нужно поверхность выгладить единственно этим топом нужно работать достаточно быстро потому что он блин может потечь вот сейчас у меня это неприятность случилось так если потек топ сейчас покажу что делать поток топ берем салфетку мочим ее обезжиривателя и вот так вот даже палочка апельсиновый намотать на апельсиновую палочку салфетку и убрать топ из-под кожи все готово и он туда больше не потечет потому что вы обезжирили ноготочек но это вот из-за того что он жиденький а нам нужно выгладить поверхность может такой конфуз возникнуть но в принципе не проблема да если мы знаем как ее решить так все сушу лампе сушу в лампе и показываю вам результат для маникюра используем для вернее для того что смягчить кутикулу перед фото сухое масло очень круто работает можно тоником например побрызгать ручки клиента перед тем как вы будете фотографировать на наши завершающий этап это масло для кутикула кстати классное сухое масло не оставляет жирного следа и так смотрите какой красавчик получился обязательно сейчас еще фото сделала и видео и добавлю даже не весенний он летний ну и пусть в конце концов уже тепла хочется и итак сейчас я приближу покажу вам вот такой получился красавчик такой многослойный красивый дизайн кстати если где то есть у вас такой момент что может что-то где-то до топорщится по свободному краю можно потом еще так аккуратненько пройтись пилкой прям с легким нажимом вот так итак наш ноготь готов мы с вами делали моделирование гелем шарм это новый оттенок с мелким красивым шиммером и также я вам показала стемпинг с пластиной ботаника очень классная пластина кстати актуальная на лето на весну любое время года наверное так и мы с вами брали слайдеры номер 111 и 112 я уже не очень хорошо и попользовался поэтому они меня вот в таком виде и вот такой ноготок получился и так девочки спасибо всем большое за то что смотрели за то что присутствовали в прямом эфире эфир сейчас сохраню все всем пока